МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Вы смотрите программу «Семь дней истории». Сегодня воскресенье, и мы вам рассказываем о религии и мировой художественной культуре. Я, Алексей Юдин, и тема сегодняшнего выпуска «Разные боги и разные религии в истории человечества». Сколько религий существует в мире? Ответить на этот вопрос крайне сложно. По данным авторитетной всемирной христианской энциклопедии, число религий насчитывает более 10 тысяч. По оценкам других ученых, в начале 2000-х годов общее число религий достигло 30 тысяч. Однако все это дивное разнообразие религиозного опыта человечества пытливый человеческий разум разложил на различные группы и типы. Итак, то, что бы мы назвали типологией религии, в общем смысле представляет собой следующее. Вначале ранние формы религии. Анимизм, вера в сверхъестественные существа, духи и души. Затем тотемизм, вера в связь рода, племени и его мифического предка. Фетишизм, почитание особых предметов силы. Магия, вера в способность управлять природными явлениями с помощью особых заклинаний или жестов. А также шаманизм, вера в то, что с духами или сверхъестественными силами можно связаться с помощью особого посредника, шамана. Затем идут религии древних цивилизаций Ближнего Востока и Средиземноморья. Древнего Египта, Древнего Рима, Древней Греции. Все это религии многобожие, то есть политеизм. Затем мы видим также политеистические религии дохристианской Европы. То есть верования древних кельтов, германцев и славян. То есть все то, что христианство традиционно называет язычеством. Классические религии единобожие – христианство, иудаизм и ислам. И, наконец, мы видим новые религиозные движения. То есть все те религии или верования, которые возникли в XIX и XX веке. Общество сознания Кришны, церковь объединения, мормоны и, наконец, неоязычество. Религии можно также разложить на древние, то есть мертвые, то есть те, которые ушли в археологическое прошлое, и живые, которые существуют в настоящем дне. Религии можно представить как мировые – это, например, ислам или христианство, и религии этнические – сикхизм или иудаизм. И, наконец, как мы видели, религии могут быть политоистическими и монотеистическими. Но что же делать с богами и божествами? Их количество принципиально неисчислимо. Одна только ведическая религия Индии дает нам по совокупности 330 миллионов различных божеств – девов. Однако и это фантастическое разнообразие ученым удалось рассортировать по определенным типам. Итак, это вначале космические боги. Например, религия Древней Эллады предполагала существование хтонических богов и олимпийцев. Во главе олимпийцев стоит центральное божество – Зевс. Метеорологические боги. Те боги, которые отвечают за природные явления, как благоприятные, так и неблагоприятные для человека. Например, у Майя был добрый бог Чак. Он был богом ветра, несущего животворный дождь. Однако существовал и злой бог Тож. Он нес с собой ливни и смывающие посевы. Мы видим богов и богинь-покровителей и покровителей из подземного царства. Это Сет в Древнем Египте или Аид в Древнем Элладе. Существовали боги-творцы человеческого общества и покровители форм социальной деятельности. Например, Юпитер в Древнем Риме почитался как хранитель клятв, договоров и обязательств. Мы видим богов войны и богов-покровителей и охранителей человеческой деятельности. В том же самом Древнем Риме Марс – классический бог войны, защищающий государство от его врагов. В то же время это бог и хранитель посевов и полей от различных форс-мажорных обстоятельств. Мы видим богов и богинь-покровителей культурной деятельности человека, а также боги-богини-покровителей детородия и плодородия. В Древней Элладе это Афина, Гера и Афродита, отвечающие за разные направления репродукции человеческого рода и всего живого на земле. Боги-хранители – это римские лары и синтаистские камни. Наконец, боги, отвечающие за культуру, ремесла, науку, даже науку. Например, это Кецалькаатль, у Майя – обожествленный культурный герой. Боги – хранители тайного знания и магии. В скандинавской мифологии в качестве таковых мы видим героического Одина и любвеобильную Фрею. Конечно, эта классификация достаточно условна, как и всякая попытка человеческого разума разложить что-то по полочкам. Однако она дает достаточное представление о характере и сфере деятельности различных богов и божеств. И при этом их особой связи с жизнью человека. Однако вот что интересно. Антропоморфны – боги древней Эллады, вплоть до взаимоотношений между собой, напоминающих разборки на советской коммунальной кухне. Антропоморфен и Иисус Христос, вочеловечившийся бог христианства, второе лицо Троицы. Однако Иисус Христос полностью принял на себя человеческую природу и прошел свой трагический путь до конца, отвергая при этом любые попытки сверхъестественного влияния для изменения своей судьбы. Его божественность проявилась только в одном – в победе над смертью и грехом через собственную смерть и воскресение. Возможно, в этом и кроется загадка этой самой распространенной в мире религии – через преодоление невозможного – как для Бога, так и для человека. Всего вам доброго! Вы смотрели программу «Семь дней истории». Каждое воскресенье мы рассказываем вам про религию и мировую художественную культуру. А завтра, в понедельник, вы узнаете о событиях, произошедших в древнем мире. До свидания! Продолжение следует...